Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Глава Самары Елена Лапушкина поручила проверить все хостелы города. Причиной стали несколько крупных пожаров из-за несоблюдения правил безопасности. Открытие мемориальной доски, возложение цветов и телемост с Москвой, как в Самаре отметили десятилетие Парада памяти. Ленинградская симфония в танце. Самарцам представили балет на знаменитую музыку Дмитрия Шостаковича. Глава Самары Елена Лапушкина поручила городским службам совместно с МЧС проверить все пожароопасные помещения. В эту субботу в одном из зданий на улице Промышленности, где, как оказалось, размещались граждане Среднеазиатских республик, случился крупный пожар. Погибли 4 человека, 5 получили травмы. Как выяснилось, в доме были зарегистрированы 34 человека. Это пример так называемых резиновых адресов. Миграционные службы сейчас проверяют законность пребывания пострадавших граждан в Самаре. Правоохранители выясняют причины возгорания. Хозяина дома уже задержали, в отношении него завели уголовное дело. По поручению главы города районной администрации должны организовать рейды по гостиницам и хостелам, а также по помещениям, где могут располагаться нелегальные жилища, чтобы предотвратить подобное ЧП. Но это уже второй пожар в железнодорожном районе, вот в подобном учреждении. Хостел, гостиница. Я считаю, что необходимо совместно с МЧСниками уже рейды делать по подобным заведениям. Уважаемые районы, я обращаюсь ко всем, я уверена, что это не только беда железнодорожного района, а там, где у нас есть частный сектор. Тоже совместно с МЧС проводите рейды, оповещайте и смотрите, что происходит внутри. Четыре погибших, мне кажется, это уже за гранью. За сутки в Самарской области зарегистрировали 191 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 17 647. Всего с начала пандемии из больницы выписали 15 543 человека. Число летальных исходов составляет 326. В регионе продолжает действовать масочный режим. Как его соблюдают в общественном транспорте, проверила Елена Малютина. Этот молодой человек маску в своих карманах так и не нашел, а потому ему пришлось покинуть салон трамвая. Сотрудник полиции сопроводил его для составления протокола об административном правонарушении. При этом мужчина не саботирует масочный режим. Причина банальная – забыл средства защиты дома. Я уже вот и так вот сидел. Еду на вокзал, просто у меня бабушка умерла, вот честно забыл. Один за другим, практически вереницей нарушители масочного режима покидают общественный транспорт. Сотрудники полиции совместно с представителями департамента транспорта с каждым из них проводят разъяснительную беседу. А на кого-то и составляют административный протокол. За нарушение масочного режима в общественных местах грозит штраф до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении санкции увеличиваются до 50, но пока такие случаи не зафиксированы. Смотрел футбол. Я всегда надеваю маску, просто сейчас задумался. Рейды по выявлению нарушителей масочного режима проводятся регулярно. С октября составлено 57 протоколов, в том числе один сегодня. Все они направляются в суд, где решат, какое наказание должен понести каждый нарушитель. Кроме того, с начала осени покинули наземный транспорт 727 пассажиров, не желающих продолжать поездку в масках. А в метро недопущено более 7,5 тысяч пассажиров. Проверяем автобусы, троллейбусы, трамваи, маршрутные такси на предмет того, чтобы все пассажиры соблюдали установленные требования. У каждого на лице была маска, надета как положено, чтобы нос из нее не торчал. Не только пассажиры пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Иногда водители и кондукторы тоже находятся в салоне транспорта без маски. В таких случаях пассажиры могут заявить об этом по телефонам горячей линии транспортных предприятий. Только водители, которые находятся в изолированной кабине из оргстекла, могут работать без маски. Остальные строго в средствах индивидуальной защиты. В ходе таких рейдов были выявлены в том числе сотрудники, которые находились в рейде со спущенной маской. Такие сотрудники были зафиксированы в протоколе. И после была проведена служебная проверка, после которой данные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности. Проверки по поручению главы Самары Елены Лапушкиной будут продолжать до тех пор, пока действует режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. Городские власти подчеркивают, в сложной эпидемиологической ситуации главная цель таких рейдов – не столько наказать, сколько обезопасить горожан. И убедить использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать распространения инфекции. Вместе с тем, комплекс МИР нацелен и на защиту от гриппа и других вирусных заболеваний. Елена Малютина, Сергей Баскин. События. Все звонки принимают добровольцы волонтерского штаба и передают их в муниципальное образование. Также волонтеры-медики оказывают помощь в больницах. Звонят пациентам, сдавшим анализы на коронавирусную инфекцию, мониторят самочувствие граждан, принимают звонки. Обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет в Самарской области действует до 18 ноября включительно. Работающие пенсионеры на это время могут оформить электронные больничные листы. Аналогичный апрельский. Весной лист нетрудоспособности получили 30% работающих жителей региона старше 65 лет. Это позволило им не ходить на работу, не теряя при этом доход. Отмечу, больничный оплачивается фондом социального страхования. Выплаты начисляются из расчета стажа и заработной платы сотрудника. На карту деньги поступают авансом. До закрытия листа нетрудоспособности оформить его можно дистанционно. В поликлинику ходить для этого не нужно, рассказывают в региональном отделении фонда соцстрахования. Граждане, которые не находятся на дистанционной работе и в очередных отпусках, имеют право на получение больничных листов. Для этого им всего лишь достаточно уведомить своего работодателя, что они соблюдают режим самоизоляции. И в дальнейшем работодатель направляет в фонд социального страхования реестр сведений, согласно которым одна уполномоченная медицинская организация оформляет листок нетрудоспособности. Начиная с 6-го числа к нам поступают реестры, больничные людям оформляются, и мы производим их оплату. В Самарской области увеличили прожиточный минимум. Регионы получат деньги на борьбу с коронавирусной инфекцией, а банки планируют открывать счета по видеосвязи. Об этом подробнее в новостях экономики. Здравствуйте, это новости экономики. Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Правительство Самарской области утвердило величину прожиточного минимума за третий квартал этого года. В расчете на душу населения он составил 11 163 рубля. Это на 184 рубля больше, чем предыдущий показатель. Для трудоспособного населения прожиточный минимум выше 12 330 рублей, для пенсионеров 8 862 рубля и для детей 11 240 рублей. Регионы получат средства на борьбу с коронавирусом. Президент Владимир Путин поручил правительству выделить деньги из федерального бюджета для покупки лекарственных препаратов. Выделенные средства также пойдут на приобретение масок и перчаток, увеличение объемов тестирования населения, транспортное обслуживание пациентов и медработников и на иные мероприятия, призванные уменьшить распространение COVID-19. Российские банки планируют протестировать открытие счетов физлицами при помощи видеосвязи без посещения отделения. Национальный совет финансового рынка направил заявку в Центробанк на пилотирование технологии. В ней примут участие 18 банков. На первом этапе видеосвязь для открытия банковских счетов предлагается применять для предоставления услуг людям с ограниченными возможностями, а также при открытии счетов для получения зарплаты и социальных выплат. Остаток по таким счетам не будет превышать 100 тысяч рублей, а ежемесячный объем операции будет ограничен 60 тысячами рублей. В перспективе технологии открытия банковских счетов по видеосвязи без надобности посещения отделения банка может быть расширена, в том числе на открытие счетов для оплаты услуг ЖКХ и связи. Официальный курс доллара на 10 ноября 76 рублей и 95 копеек. Американская валюта понизилась на 24 копейки. Евро 91 рубль и 50 копеек. Европейская валюта прибавила 14 копеек. Черное золото растет в цене нефть марки Brent на 16 часов 9 ноября стоит 42 доллара 52 цента за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Самаре открыли мемориальную доску на стене дома, где в годы Великой Отечественной войны располагался Народный комиссариат иностранных дел СССР. Торжественные события приурочили к празднованию десятилетия Парада памяти. В этом году шествие прошло в необычном онлайн формате, а для Самары, Воронежа и Москвы организовали телемост. Подробности расскажет Мария Левина. В этом здании, в самом сердце Самары, где сегодня располагается 6-й корпус политехнического вуза, в военные годы находился Народный комиссариат иностранных дел СССР. Студенты СМГТУ сделали мемориальную табличку, которая украсила фасад. История политеха – это всего лишь одна строчка в героической истории нашей страны. Но это тот кирпичик, может быть, который складывал ту нашу победу. И открывая сегодня эту доску, мы переворачиваем еще одну страницу нашей истории. В 1941-м, когда Государственный комитет обороны принял решение об эвакуации столицы СССР из Москвы в Куйбышев, в город на Средней Волге переместились часть аппарата ЦК партии, ЦК ВЛКСМ, ряд наркоматов, дипломатический корпус. Здесь расположились посольства 22 стран. В Куйбышев приехала и значительная часть штата Народного комиссариата иностранных дел. Возглавил деятельность ведомства Андрей Вышинский. Дипломаты находились далеко от мест сражений, но, тем не менее, показали пример мужества и доблести. Часто им приходилось выезжать при фронтовые командировки. Пребывание Наркомата иностранных дел СССР в Куйбышеве имеет огромное значение в истории дипломатических отношений государства, отметил в поздравительном адресе министр иностранных дел России Сергей Лавров. Убежден, открытие мемориальной доски будет способствовать укреплению связи времен и преемственности поколений, внесет вклад в патриотическое воспитание молодежи и празднование 75-летия Великой Победы. Сергей Викторович Лавров. Городские власти активно поддерживают установку мемориальных табличек на зданиях в Старой Самаре. Поздравить граждан с открытием новой доски приехала глава города Елена Лапушкина. Мы открываем и памятную доску Наркомату иностранных дел тем людям, которые находились здесь во время войны, в этом здании, тем самым отдавая дань уважения и почета нашим предкам, сотрудникам, нашим дипломатам. Затем глава города возложила цветы к памятному знаку парада 41-го года на площади Куйбышева. В этот памятный день состоялся телемост с двумя городами, где в ноябре 41-го также проходили военные парады – Москвой и Воронежем. В режиме реального времени городам вручили мемориальные панно вознаменования парады Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. Оригинал будет установлен в Москве, а в Самару и Воронеж отправятся копии. На мемориальных досках изображены Георгий Жуков и Константин Рокоссовский. Автор панно – народный художник России Владимир Суровцев. Патриотизм должен быть неотъемлемой чертой характера каждого гражданина страны. А это, безусловно, воспитывает патриотизм. Это событие, выдающее событие для нашего региона, для всей страны. 10 лет парад проводится на главной площади нашей губернии. За эти 10 лет эта акция стала по-настоящему всенародной. Мы помним, мы чтим, мы сохраним эту память навсегда. Парад памяти в Самаре стал международной патриотической акцией. Участие в нем приняли жители 27 регионов и дипломаты из 25 стран. В этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняли решение не проводить массового шествия. Но парадные расчеты подготовили свои марши онлайн. Мария Левина, Константин Головин, События. Готовится отметить юбилей и Самарский музей парада памяти в Техническом лицее. В следующем году исполнится 10 лет со дня его открытия. 7 ноября в этом музее прошла экскурсия. Лицеисты рассказали почетным гостям об артефактах, которые им передали ветераны. Некоторые экспонаты школьники нашли сами на раскопках под Волгоградом. Ознакомились с экспозицией и наши корреспонденты. В Самарском музее парада памяти хранится макет самой большой площади Европы – Куйбышева. Именно здесь в 41-м году состоялся знаменитый парад. Солдаты демонстрировали военную мощь Красной Армии и сразу уходили на фронт. Единственный в Самаре музей, посвященный параду 41-го года, находится в Техническом лицее. Он готовится отметить свой первый юбилей. В следующем году ему исполнится 10 лет. Здесь собраны уникальные артефакты. Из антикварных магазинов, домашних коллекций школьников. Кроме того, это и подарки самих ветеранов Великой Отечественной войны. Часть экспонатов нашли лицеисты на раскопках под Волгоградом. Нашли на местах сооружения вот такую вот ручку, остатки от ручки немецкой фирмы «Арбус». Тут вот ножные глина рассмотреть. Майя Царева – учитель истории с 30-летним стажем. Женщина стоит у истоков музея. Признается, работать с реальными артефактами для учителя истории и для детей – это счастье. Постигнуть историю можно только вот через конкретные какие-то вещи, артефакты. Для детей, допустим, подержать в руках медальон, который выдавался каждому солдату на случай его смерти, смертный медальон – это огромное счастье. Я сама вот, в принципе, первый раз его держала в руках. Для меня само это тоже. Я для себя очень много открытий делаю. Вот. Каждый день. Школьники рассказывают и о своих знаменитых предках. Саша Макеева учится в девятом классе и мечтает стать врачом. По учебникам одного ее прадеда в Советском Союзе начинали учиться студенты-биологи. Он писал о паразитах. А второй прадед девушки запатентовал бетонную смесь, которую и сегодня используют в строительстве домов. Капустина Василия Федосевича за долгосрочную службу и добросовестную работу по ветеринарии от НКВД СССР. Дедушка издавал учебные книги по паразитам, которыми пользовались студенты. Он был одним из первых людей, которые их исследовали. Послушать экскурсию в музей приехали герои России Игорь Станкевич и заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов. После экскурсии в режиме видеоконференции состоялась встреча с руководителями всех школьных музеев Самарского региона. Хотел бы отметить, что в Самарской области патриотическое воспитание и сегодняшние наши события 7 ноября, как уже это стало традицией, является, наверное, таким очень ярким подтверждением, проводится не ради каких-то галочек, а проводится очень искренне. В этом году из-за сложной эпидобстановки традиционный парад памяти на площади Куйбышева решили не проводить. Но 107 парадных расчетов прислали свои видеозаписи с маршами. Из этих видеофрагментов сделают большой памятный фильм. Мария Левина, Константин Головин. События. Торжественные марши на площади Куйбышева на параде памяти с гордостью вспоминает и Семен Сергеев. Ему дважды выпадала возможность командовать парадным расчетом родной 175-й школы. Историей своей страны Семен увлекается с детства. По крупицам восстанавливает и биографию своих родных фронтовиков. Благодаря сайту Министерства обороны Семен узнал боевую историю прадеда, который всю войну летал на самолетах Ил-2 и награжден Орденом Красной Звезды. Подробности в нашем сюжете. Студент Семен Сергеев историей увлекается с младших классов. И когда появилась возможность, сразу вступил в юнормию. Дважды парадный расчет 175-й школы, командовал которым Семен признавался лучшим. Два года подряд ребята участвовали в параде памяти на площади Куйбышева, а также маршировали там 9 мая. По словам Семена, эти ощущения непередаваемой гордости он помнит до сих пор. Ну, кроме того, что они реально важны для общества и просто как реальная память народа, как и название есть по сути, к тому же она интересна мне, например, в плане техники. Потому что я очень люблю бронетехнику или какое-либо оружие. И чаще всего там есть выставки. Они мне очень интересны, я ими очень интересуюсь. В период увлечения историей у Семены и появилась идея восстановить биографию прадеда, героя войны, отца бабушки Валентины Горелкиной. В шестилетнем возрасте она и ее старшие сестры и братья потеряли родителей. Малышей отдали в разные детские дома. Все, что маленькая Валя помнила об отце, что его звали Григорий Телегин, а еще его любимую вещь, оставшуюся с военных времен. Помню его краги. Они так долго жили, вот они такие вот из меха, ну как это, мутоновые, как бы сейчас у нас сказали, овчинные, с одним палец, один палец вот, видимо, стрелять что ли или что-то. Вот это смутно помню. У дочери Григория Телегина сохранилось лишь две фотографии отца. На одной она у него на руках. А родная тетя рассказывала, что он был летчиком, борт-радистом, служил на самолете Ил-2М, который изготавливали в военном Куйбышеве. Во время войны был подбит, но успел катапультироваться, дотянув на горящей машине до своих, благодаря чему избежал плена и получил новый самолет, на котором и встретил победу. И даже у тетки, его родной сестры, как она всегда говорила, у меня газеточка есть, в которой прописано, что он от самолета, они приезжали сюда получать. Прямо в завод. Остальные факты из жизни боевого прадеда узнал Семен благодаря сайту Министерства обороны «Память народа». Выяснилось, что призван Григорий Телегин был в Москве в 1939 году. Воевал на Западном фронте, а в 1943-м на Первом Украинском. Я узнал, что он служит в 83-й авиационном полпу, что он принадлежит, соответственно, тогда к 18-й общей армии, что сначала он воевал на Западном фронте, а потом вереброшен на Дальний Восток. После Великой Отечественной Григорий Телегин отправился на войну с Японией, где ему был присвоен орден Красной Звезды. Память о героях живет, и парад памяти, который в этом году отметил 10-летний юбилей, еще один повод вспомнить о тех, кто защищал свою страну от фашизма. Каждый год на сайте Министерства обороны появляется все больше информации о фронтовиках. При подготовке этого сюжета семья Сергаева-Горелкиных обнаружила в интернете новые факты. На сайте появилась схема перемещения войск, в которых служил Григорий Телегин в годы войны, откуда стало известно, что победу он встретил в Австрии. Виктория Шарая, Николай Сидоров, События. Бессмертная мелодия. Самарцам представили вечер одноактных балетов на музыку Дмитрия Шостаковича. Зрители впервые увидели новую постановку «Фортепианный концерт», но главным событием стал балет «Ленинградская симфония». Визуальное воплощение в танце монументальной седьмой симфонии композитора. В последний раз спектакль показывали в Куйбышеве более 30 лет назад. В этом году постановка приурочена к юбилею Парада памяти. Олег Зверев побывал на премьере. Тема «Нашествие» словно разделяет время на до и после. Мир спокойствия и созидание превращается в пространство тревоги и смерти. Это война, момент, который всегда остро переживают и музыканты, и артисты балета. Музыка, да, так как она очень тревожная, и ты пытаешься тоже как-то с тревогой, с наполненностью это все пережить и именно показать зрителю этот весь трагизм. Ленинградская симфония Шостаковича – очень яркое воплощение времени. Произведение неоднократно звучало в советских фильмах. А 14 апреля 1961 года на сцене театра имени Кирова в Ленинграде, сейчас это Мариинский театр, была впервые представлена хореографическая постановка Ленинградской симфонии. В Куйбышеве балет уже ставился в год 400-летия города. И вот новая постановка на той же сцене, где 5 марта военного 1942 года состоялась премьерное исполнение симфонии. В нацистских касках фигура оккупантов, их настрой передает рубленные движения, словно это машины для убийств. Лишь пятеро юношей противостоят нашествию, олицетворяя величие и силу духа Красной Армии. Скорбные силуэты девушек, как в Ленинграде, 30-ти градусный мороз блокады. Предатель, многократно падающий на колени, что, впрочем, не спасает его от позорной экзекуции. Казалось бы, все погружено в бездну отчаяния, но мир спасает жизни, утверждающий финал, обретение веры в победу. Старались больше наполнить свой образ, поэтому надеюсь, что у нас получилось весь этот трагизм, через себя пропустить. Наполнение образа очень тяжелое, просто годы войны коснулись Россию очень, так сказать, серьезно, и поэтому наполнение шло, наверное, за дня два-три, настраивались, все это в голове обдумывали. Это сегодня премьера новой постановки балета Ленинградской симфонии «Ожидаемые события». В Советском Союзе в 60-е годы не любили экспериментов. Признание кореографии Игоря Бельского пришло только после выхода спектакля. Во-первых, это балет о героической битве советского народа с фашистами. Это одна тема. Другая тема, что она может восприниматься даже шире, как просто борьба добра и зла, света и тьмы. И еще одна ценность в том, что действительно Бельский делает балет в жанре танц-симфонии, в жанре уникальном совершенно. Вечер одноактных балетов на музыку Шостаковича – уникальные события в театральной жизни Самары. Он приурочен к юбилею Парада памяти, который ежегодно проводится на площади Куйбышева в честь исторического парада 7 ноября 1941 года. Программа рассчитана на три отделения и содержит немало новинок. Во втором отделении публики представили мировую премьеру – балет «Фортепианный концерт» на музыку, который Дмитрий Шостакович написал в 1933 году. Олег Зверев, Григорий Пельшаков. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!